Добрый день! Сегодня мы рассмотрим кубоид от компании Avitaden 3х3х13. Это головоломка из линейки свежих кубоидов от Avitaden, которые начались 3х3х10, 3х3х11, причем в двух версиях. 13 слоен головоломка тоже в двух версиях, но я купил версию 1. Напомню, что версия 2 отличается тем, что средние три слоя повернуты перпендикулярно, но есть большой центр. Первая версия, вторая версия. Кубоиды не дешевые, да и фишка второй версии, она как бы не меняется с увеличением количества слоев. Сразу посмотрим, что коробочка уникальная, 3х3х13, не как с десяткой и одиннадцатислойной моделью была у них одна коробка на все четыре версии. Здесь коробочка уникальная. Да, у меня уже есть и 3х3х15, но я его пока не распаковывал и пока не буду. Рассмотрим его в отдельном видео. Не хочу более делать часовые видео по кубоидам, как это было с 3х3х10. Да и вот этот я тестировал несколько дней, чтобы оценить вращение. Давайте распаковывать. Как вы видите, версия в цветном пластике. Версии со стикерами я в продаже не видел. Десятка и одиннадцатислойная модель есть в черном пластике, есть в цветном пластике. Ну и есть версии в каком-то там розовом перламутровом, в котором мы были изначально. Но вот этот полупрозрачный цвет, он поставляется не обклеенный, а обклеивать в головом я не люблю, поэтому мой выбор в данном случае цветной пластик. Десятая и одиннадцатая модель изначально выпустили тоже не обклеенные, розовенькие такие полупрозрачные, потом в черном пластике и уже потом вместе с 13 и 15 слойными тоже в цветном. Сразу скажу, что версия кубоида 3х3х11, которую я больше всего вращал, со стикерами весьма стабильна и наклейки никуда не пропадают, не отклеиваются, не задирают. Поэтому если вам по нраву черный пластик, можете брать спокойно. Ну посмотрим на наш кубоид. Сразу сравним с предыдущей моделью. Понятно, что на два слоя больше, кубоид нечетный, поэтому каких-либо сюрпризов сборки не будет. Те, кто смотрел мое видео по 3х3х11 и понял принцип сборки, тот соберет и 3х3х13, да и более высокие. Особенность есть у четных кубоидов 3х3х10, но компания VitaDen больше четных не выпускала, по моей информации. Хотя, я не знаю, что ей мешает. Но опять же, фишка четной модели, она видна в десятке и там 12-14 слойные, но особо отличаться уже не будут. Просто лишний слой надо будет собрать. Добавилось два слоя и из коробки вращение значительно хуже, чем у более низких моделей. Значительно. Причем настолько хуже, что крайние слои практически не вращались. Ну из коробки. Сейчас вы видите вот такие вот заедания, это ничто, по сравнению с тем, что было изначально. Оно практически не вращалось. Если брать внутренние слои, то с ними сразу все было более-менее. Регулярно, конечно, выпадали вот эти вот средние центральные элементы. Они там самые маленькие, держатся совсем чуть-чуть. Но мы к этому привыкли и на предыдущих моделях. А вот эти вот крайние, что с одной стороны, что с другой, вращаются до сих пор хуже. А изначально практически не вращались. Также, как мы помним, головоломка может вращаться как 3х3. Вот такие вращения тоже из коробки были очень скверными. Но постепенно все разрабатывается и становится лучше. Во время первой сборки у меня рассыпалась в дребезге половина этого кубоида. Вот я вас атерофировал на память. Причем это не просто вылетели детальки и рассыпались все остальные. А открутился винт. По-моему, с этой стороны винтик. Либо был плохо закручен, либо открутился в процессе. Но я больше склоняюсь к тому, что был плохо закручен. И он просто выпал. Все это рассыпалось по полу. Поэтому, если вы вдруг надумаете брать такой кубоид, первую сборку делайте над столом. Ни в коем случае, ни в транспорте, ни где-то, где вы можете потерять детальки. Собрал быстро, без особого труда. Ничего сложного. Строение можно посмотреть. Вот так вот сбоку. Крышечка снимается. Еще можно тоже вынуть. Вынимается. И внутри там есть болтик. Который можно выкрутить и разобрать весь кубоид, если вдруг что-то пошло не так. Я механически собрал кубоид не по цветам. Потому что он был не перемешанный. Это было самое начало сборки. И, понятно, я собрал его неправильно. Что выяснилось, только в конце сборки мне приходилось механически менять два угла местами. Или два ребра. Нет, два ребра местами я менял механически. Но тут ничего сложного нет. Собираем все обратно. Закрываем крышкой. При повороте мы видим, что слегка провисают края. Натяжение вот этих крайних слоев гораздо сильнее, чем средних. Я обильно смазал эту головоломку. Каждый слой. Ну, когда у меня разлетелось, я туда смазки внутрь добавил при сборке. Чтобы, ну, не зря собирал их. И уже потом каждый слой вот отдельно капал и прокручивал. И вращение стало примерно такое же, как на 3х3х11. Но если 11-я и 10-я слойная модель изначально крайние слои вращались хорошо, без особых нареканий, то здесь это приходит со временем. Я сделал, ну, в районе 10 сборок на этом кубоиде и стало лучше. Если вы возьмете кубоид из коробки, поверьте, он вам не понравится. Это очень плохо вращающийся головоломка будет из коробки. Но если приложить немного усилий, терпения, то он у вас в конце концов порадует. Повторюсь, что здесь вы не найдете каких-то хитрых методов сборки, каких-то новых алгоритмов, если у вас есть даже 3х3х5 от кубфаю. Если вы умеете собирать вот такой кубоид, то соберете и этот. Нового нет ничего совершенно. Просто больше слоев. Да, можно применять некоторые приемы по оптимизации сборки, которые я постепенно разрабатываю, но и только. Собрать ты его в любом случае сможете. Сборка где-то минут 10-15 происходит, в зависимости от того, как повезет. Кубоид, опять же, для неспешной медитативной сборки. Детальки время от времени выпадают до сих пор, но боли не разлетался. Я специально не стал ни 15-ти в свой на распаковывать, ни снимать обзор сразу после того, как первые пару сборок сделал, а несколько дней тестировал, чтобы понять, как себя ведет эта головоломка. Но дальше я перемешаю и соберу этот кубоид. Кому интересно, можете смотреть. Ну а если нет, то можете на этом просмотр заканчивать. Затем несколько сборок, что я сделал, я пришел к выводу, что перемешивать нужно не спеша и тщательно. Сначала разбиваем слои, потом перемешиваем двойными движениями. Как-то еще разбиваем слои, следим, чтобы они не собирались случайно. Еще перемешиваем. И так пока не надоест. Чем лучше вы перемешаете, тем будет интереснее сборка. Цветной пластик здесь такой, в принципе, приятный и не раздражающий. Никаких розовых цветов нет. Все такое классическое. Ну и еще несколько поворотов сделаем. То есть дальше уже не обязательно каждый слой сдвигать. Можно выборочно. Ну вот, в перемешанном виде выглядит кубоид таким образом. Ну и далее перемешиваем как 3х3. Здесь аккуратно. Поначалу это самый проблематичный способ вращения. Вот эти все элементы загибаются к центру и не дают поворачиваться. Ну вот уже по сравнению с тем, что было из коробки, и это практически шикарное вращение. Но время от времени все равно приходится поправлять что-то и вращать аккуратно. Такое случается. Но это еще все хорошо. Иногда вот так вот они слегка разделятся. Эти детальки, вот это вот самое ближнее к центру, выпадает. Ну вот. Допустим, это перемешанное состояние. Соберем. Изначально, как и во всех предыдущих кубоидах, я собираю средний слой. Посреди 13 его найти не так уж и просто. Располагаю белый и желтый сверху снизу, неважно, какой и где. Главное, чтобы вертикально кубоид находился. Находим такие элементы, которые из трех частей. Понятно, что они будут на середине кубоида. Если бы мы вспомнили кубоид 3х3х10, то там можно было вот эти элементы путать вот с этими. Здесь же все определенно. Мы смотрим чисто на ребра и их ориентируем. Ребра среднего слоя и из трех элементов. Вот зеленый, оранжевый. Где тут зеленый центр. Центр вот из трех частей также состоит. Вот зеленый. Ставим его вертикально. Аккуратненько. Вот именно средний кусочек. Подводим к нему зелено-оранжевое среднее ребрышко. И к оранжевой стороне поворачиваем. Ставим оранжевый центр горизонтально. Ну и совмещаем. Можно изначально все центры ориентировать горизонтально. И потом пиф-пафами вставлять ребра на месте. Ну можно и комбинировать. Здесь момент интуитивный. Смотрим дальше. Синий-красный есть. И вот зелено-красный. Так, ну давайте зелено-красный поставим. Вертикально делаем зеленое ребро. Вернее центр. Подводим зелено-красное. Ориентируем красный центр горизонтально. И вставляем. Так. И остается синий-красное ребро. Вот оно. Синий у нас вертикально уже стоит. И просто вставляем. Так. Оранжевый-синий остается. Вот классическая ситуация. У нас уже все стоит по местам. Для среднего слоя. И надо вставить вот этот элемент. Оранжевый направлен вниз. Поэтому поднимаем оранжевый центр. Подводим к нему оранжево-синее ребро. И аккуратненько. Вот цепляется. Подвигаем. И будет вращаться. Все. Средний слой собран. Дальше проще. Далее ориентируем верхний и нижний слои. И потом уже послойно собираем. Здесь напомню, что сначала нужно собрать крест. Причем проверить. Вот у центра сейчас два ребра. И мы методами из 3 на 3. Обычной галкой. Можем собрать крест. И потом уже дособирать. Но может случиться такое. Что крест у нас не будет собираться. Это возможно в том случае, если у центра либо одно, либо три ребра. Здесь, как мы не будем крутить алгоритмы из 3 на 3. Крест не соберется. Ну и понятно, что нужно недостающее ребро забрать с нижнего слоя. Вот здесь пустое место опускаем. Подгоняем сюда ребро. Не важно, белое, желтое. Совершенно не важно. И получаем крест. Так нужно делать, если у нас у центра либо одно, либо три ребра. То есть нечетное количество. Но дальше лучше собрать крест на второй грани. Хотя можно и дособрать первую. Вернее, верхнюю. Так, аккуратненько. Ну и видим здесь тоже собранный крест. Если у вас здесь крест получился, то на другой грани он уже, естественно, получится. Видим, что-то здесь похожее на рыбку. Можно, конечно, положить на бачок и пиф-пафами все это поразворачивать. Главное следить, чтобы центральный слой не разрушился. Ну, я сделаю рыбку. То есть алгоритм, который, ну, больше всего похож на тот, что у нас здесь смоделировано. Понятно, что у рыбки вот этот уголок ориентирован правильно, а вот этот уже нет. Должна быть вот такая ситуация. То есть вот. Это как бы желтый цвет. Раз, два, три. Все в одну сторону смотрят. Да, а здесь этот правильный, этот нет. Этот правильный. Это говорит нам о том, что рыбка нам не соберет ОЛЛ на этой кране. Но мы все равно сделаем и получим, что у нас ОЛЛ без одного уголка. Если вы это делаете пиф-пафами, то понятно, что нужно сделать количество пиф-пафов в кратное 6, чтобы у вас не разместился средний слой. Переходим сюда и здесь повторяем процедуру. Ну, на удивление, здесь тоже рыбка, но давайте сделаем слева, чтобы как-то разнообразить нашу сборку. Почему я решил слева ее делать? Ведь можно и справа, она же похожа. Но у нас мы видим, что такой же глазик и есть слева. И при выполнении алгоритма слева у нас этот угол правильный, этот правильный, а этот нет. Если выполнять справа, будет только один угол правильный. Хотя разница невелика, нам главное получить ряд из трех правильно ориентированных элементов. Ну, сделаем слева рыбку. И вот, у нас здесь также один угол неправильно развернут. Могло случиться такое, что было бы неправильно развернуто два угла. Это не страшно, это допустимо. Ну и теперь нам что нужно. С любой грани, неважно с какой, нужно забрать два правильно ориентированных элемента, а на их место поставить три. Опускаем. Мы видим, что, ну, опустили неудобно, нигде трех элементов нет. Значит, повернем по-другому как-нибудь. Где у нас тут? Вот так. Ну, можем расположить неправильно и над неправильным. Вот мы повернули. Здесь у нас точно уже три элемента каких-то найдется. И вот. Одна грани соберется, а на другой получится стандартный ОЛЛ-алгоритм. Ну, в данном случае уши. Ну, или опять же, пиф-пафами все это можно сделать. Все. Этап ориентирования элементов закончен. Далее собираем как классический кубольт. Я предпочитаю собирать с белого цвета, хотя это и не важно. Первым делом собираем белый крест. И для этого собираем шесть слоев ребер с белой стороны. Смотрим, какого здесь цвета побольше. Ну, вот оранжевого много. Недостаточно. Посмотрим, есть ли синий. Усмотрим, какое ребро у нас тут есть. Ну, не удалось. Иногда бывает, что мы сразу уже можем собрать одно ребро. Но сейчас такого не вышло. Надо добавить вот недостающий элемент снизу. Я просто объединил синие элементы все, какие я нашел. Так, чтобы снизу найти ребро, вот оно есть. Мы можем опустить наш уз креста, ставить сюда недостающий элемент и вернуть обратно. И вот у нас уже синие ребро креста готово. Шесть слоев. Ну, центральный это уже седьмой. Дальше. Вот один ус собрали. Ищем что-то, что можно собрать снизу. Вот так. Ну, снизу удалось полностью собрать зеленые ребра. Все шесть слоев. Должно оно стоять здесь. То есть мы располагаем не под нужным местом, а где-нибудь сбоку. Опускаем место, где должен стоять этот элемент из шести слоев. Вставляем сюда и поднимаем. Вот уже два уса готовы. Ориентируемся по центральному слою, где какой элемент должен стоять. Ну, и стараемся его не разрушить. То есть движения должны быть возвратные. Дальше. Какой у нас тут красный еще должен быть? Так. 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 Ну, для красного у нас тут немножко не хватает. Можем забрать вот отсюда элемент красный. Вставляем сюда и отменяем ход. Центральный слой целый. Ну и ставим красное ребро на место. Опускаем место. Вставляем на ребро. И поднимаем. Оранжевый верхний элемент находится здесь. Да, здесь и оранжевого много. Можно опустить. И просто сюда доставить недостающие. Так. Так. И вот крест готов. Никаких особых алгоритмов. Чистый интуитив. Дальше. Нам те же 6 слоев. Но нужно собрать уголки. Здесь я напомню. Какой алгоритм мы будем использовать. Это для того, чтобы отсюда уголок поставить вот сюда. Мы делаем R2U штрих. L2U. R2U штрих. L2U. И отсюда уголок переходит вот сюда. Если нам вот сюда нужен желто-красно-зеленый уголок. Мы его располагаем вот здесь. И делаем этот алгоритм. Уголок становится на место. Как-то перемещаются остальные. Но нам сейчас это не так важно. Здесь я начинаю сборку с внутренних слоев. То есть постепенно вот так. Ну если их несколько здесь находятся рядом. То ставлю их вместе. Вот этот синий-оранжевый элемент уже стоит на своем месте. То есть нужно сюда поставить всего лишь 5 синий-оранжевых элементов. Здесь ничего-ничего-ничего. Ну давайте. Вот у нас центральный слой. Подгоняем к нему все элементы до тех пор, пока вот этот цвет не совпадет. А вот этот должен быть разный. То есть вот этот элемент значит должен стоять в этом слоте. Синий-красный. Смотрим, есть ли у нас такие же. Причем такие же должны стоять рядом. Если они где-то дальше, так вот этот нам это пока не интересно. Такого нет. Ну вернемся к нему позже. Переходим сюда. Здесь у нас должен быть зелено-красный. Один есть. Это вот красно-зеленый. Цвета не совпадают. Значит не подойдет. Ну тоже один. Переходим сюда. Здесь сразу зелено-оранжевый стоит. Видим еще такой есть. Он далеко. Пока неудачно. И вот здесь синий-оранжевый. Вот этот слой мы пропускаем. Потому что элемент уже стоит на месте. Ищем, начиная через один. Нет, нет, нет. Нет такого. То есть мы можем начать с любого из трех предыдущих. Какой-то халявной ситуации здесь не вышло. Давайте вот отсюда начнем. Вот у нас красно-синий. И вот сюда стараемся поставить максимально ненужные элементы. Чтобы мы ненужные загнали сюда. Ну вместе с нужным. Отсюда извлеклись нужные нам элементы. То есть вот синий-красный. Он правильный. Значит вот сюда синий-красный ставить не нужно. Хотя можно. Но я предпочитаю этого не делать. Соответственно сюда можно добавить каких-то вот таких синий-красных. Которые точно здесь не нужны. Ну и зелено-красных вот таких вот. Есть такие где-нибудь. А вот есть еще синий-красный. Еще синий-красный. И какой-то желтенький уголок. Вот. У нас по сути один элемент правильный. Все остальные неправильные. И которые не будут нужны нигде. Да? Они с нижних слоев. Ну и отправляем тем же алгоритмом все наверх. R2-у-штрих. L2-у. R2-у-штрих. L2-у. Вот у нас всего лишь один элемент встал на свое место. Зато отсюда высвободились какие-то наверняка полезные. Поэтому проверяем остальные. Мы ставили вот сюда. Давайте какой-нибудь зелено-красный проверим. Один есть. Но нет ничего. Зелено-оранжевый. Вот. Здесь появился второй. Третий. И пока все. Три полезных. Два бесполезных. То есть вот таких же сюда ставим. Какой-нибудь желтый уголок. Повторяем процедуру. Но в этот раз мы поставим уже на место три нужных элемента. И какие-то еще хорошие извлечем. Вращаем внимание, что мы вращаем сверху шесть слоев. Так. Хорошо. Вот у нас что-то раз собирается. Едем дальше. Здесь нам нужен оранжево-синий. Причем пропускаем вот этот слой. Так. 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 Нет пока такого. Дальше. Здесь должен быть красно-синий. Причем один у нас есть. Опять же слой пропускаем. Ну, есть только еще через один. Пока рано. Так. Зелено-красных. Вот видим сразу два. Есть ли у него? Еще. Есть. Есть. Так. Сразу четыре элемента. Может случиться такого, что сразу все шесть элементов будут вот здесь. И можно будет их поставить на свое место. Но пока нет. Так. Так. Какой-нибудь ненужный элемент находим. Не нужно. Это вот конкретно вот такой. То есть он определенно должен стоять будет вот здесь. А значит здесь он не нужен. И мы высвободим отсюда вот бело-оранжево-синий, к примеру. Ну и желтенький по традиции. То есть четыре элемента ставим сюда. Так. И едем дальше. Ну, возвращаемся на же синий-оранжевый. Так. Вот появился. Вот этот слой мы пропускаем. Потому что один элемент уже стоит здесь. К нему. К нему. Если еще. Есть. Есть. Второй слой. Крайний слой похуже вращается. Так. И синий-оранжевый мы сейчас дособерем. Причем так как один элемент уже стоит. Мы будем вращать сейчас пять слоев. Ну, движением U. R2. И здесь вращаем пять слоев. Так. Вон белый-синий-оранжевый слот уже собран. И постепенно мы сюда повставляли всякие ненужные элементы. Значит теперь все нужные уже будут снизу. И остается их просто поставить на место. Так. Что у нас тут? Вот два зелено-красных. И вот они как раз стоят удобно. Вот зеленый совпадает с зеленым. То есть здесь не хватает только двух. Ну, их на место и поставим. Вращать будем только два слоя. Так. Ну вот. Два уголка уже есть. Дальше зелено-оранжевый. Так. Вот они все три. Оранжевый совпадает. Трех здесь как раз не хватает. Вращать будем три слоя. Вот эти вот вертикальные двойные движения уже очень хорошо идут. Ну, изредка вот так вот цепляются. Самое плохое вращение, это когда кубок не приведен в свою форму. Там все цепляется. Когда уже форма кубок будет, то все гораздо лучше. Ну и остается дособрать вот это. Если у нас три угла собраны, то за один раз мы вот это дособерем. Можно просто начинать даже с беленького уголка и собирать все необходимое. Так. Так. Ну и вот. Сколько? Пять слоев. Вращаем. И половинка кубоида уже собрана. Переворачиваем. Смотрим, что у нас есть. Один слой у нас сам собрался. Хорошо. Остается собрать пять. Как обычно, я сначала собираю углы. И нахожу те слои, где есть глаза. Где углы не полностью собраны, а где есть глаза. То есть тут, тут. Третий слой сверху собран полностью. На втором сверху глаза есть. И верхний собран полностью. Я разработал стратегию такую, что за два применения алгоритма T1, для кубоидов, естественно, мы углы всегда собираем. Не важно, сколько слоев. То есть максимум два применения. Давайте зеленый совместим. Вот у нас глаза на пятом и четвертом слое. Третий слой собран. Его как ни поставь. А второй слой глаза имеет. Если мы сейчас сделаем T1, то у нас соберется пятый и четвертый слои. Третий разберется. Если второй поставим глазами на место, то он соберется. А верхний разберется. Да, вы можете сказать, что можно по отдельности для каждого слоя делать это алгоритм. И в этой ситуации придется для некоторых слоев делать его один раз, где-то два. Но если было бы здесь копье, глаз не было. Для некоторых слоев не делать. Но, как я выяснил, удобнее всегда делать не больше, чем два применения. Для этого мы, начиная от центра, ставим глаза влево. Если слой собран, оставляем как есть. Если после собранного слоя есть слой, где есть глаза, мы их ставим не так, как нужно. Для выполнения T1 глаза нужно поставить слева. Мы их ставим перед собой. Тогда этот слой не соберется. Но на нем останется T1. То есть нужно будет сделать то же самое алгоритм. Ну, а если слой собранный, как и верхний, то два уголка поменяются местами и глаза останутся. Давайте сделаем, станет понятнее. То есть сейчас у нас соберется пятый и четвертый слой. На трех остальных будут глаза. Алгоритм R2, U, R2, U', R2, U', D. Делаем все для пяти слоев. И обратный пиф-паф. R2, U', R2, U', R2. Отменяем тут. И что у нас получилось? Собрались углы на пятом и четвертом. На третьем глаза. На втором глаза. И на первом глаза. Все эти глаза располагаем слева. И для трех слоев делаем T1 еще раз. И так возможно абсолютно всегда. Из любой ситуации, неважно сколько слоев, собрать за два применения T1. И кто бы меня не убеждал в обратном, это самый эффективный способ сборки углов на кубоидах. R2, U, три слоя. R2, U', R2, U', D. Везде три слоя. R2, U', R2, U, R2. Отменяем. И углы у нас уже собраны. Углы это самое простое, наверное, то, что здесь было из оставшегося. Далее остается собрать ребра. Ну и здесь возможно стандартной ситуации и паритетные. Стандартной ситуации это когда нужно поменять три ребра местами на слое. Ну и надо четыре. Но опять же, если эта ситуация не похожа на PLL из кубика 3 на 3, то там, значит, опять паритет. Мы видим на четвертом слое зеленое ребро на месте, оранжевое на месте, а два других не на месте. Это паритетная ситуация. Так, ну давайте. Опять начинаем изнутри. У нас шестой слой был собран. Пятый. Здесь обычный юперм. Здесь у нас паритет. На третьем слое обычный. Ну, один угол. Одно ребро на месте, три надо переставить. Юперм, но он в другую сторону. Здесь цвета смежные, здесь противоположные. На втором слое юперм обычный. Ну и на верхнем паритетов не бывает. Юперм обычный. В итоге мы сделаем сейчас простой юперм для пяти слоев одновременно. Причем мы располагаем так, чтобы у нас собранная сторона была слева. Ну, как и для топерма. Для паритетного слоя мы тоже слева оставляем собранную сторону. Ну, здесь ребра как-то поменяются, но останется вот такой удобный паритет. Все слои, кроме третьего, соберутся. Ну, а четвертый паритетный останется. Поэтому делаем обычный юперм, который на кубоидах выглядит таким образом. F2, M2, D для пяти слоев, R2, D' и отменяем F2. Возвращаем по цветам. Смотрим, что получилось. Ну, как я и сказал, у нас собралось все, кроме третьего и четвертого слоев. Четвертый у нас паритетный, на третьем нужно еще раз делать юперм. Давайте я сначала сделаю юперм, а потом мы разберемся с паритетом. То есть здесь у нас был юперм в другую сторону, поэтому после применения обычного он обычно и смоделировался. Поэтому просто повторяем наш юперм, но отдельно для третьего слоя. Слои F2, M2, делаем D только для третьего слоя. R2, D' для третьего слоя. M2, D, R2, D' Да, как и с углами, можно по отдельности каждый слой собирать своему алгоритму. Вот я сейчас сделаю два применения, и у меня собрались все слои, кроме паритетного. По-моему, это эффективно. Но и остается паритет. Паритет бывает, если нужно переставить два ребра, они смежные и противоположные. Удобный паритет, когда нужно переставить смежные ребра. Но если противоположные будут, то это тоже не смертельно. Я, наверное, сейчас покажу, как это работает. Для смежного. Из-за чего он получается паритет? Из-за того, что у нас, к примеру, вот это красное ребро, оно не отсюда, а откуда-то отсюда. Соответственно, нам нужно просто забрать одно из ребер с нижней части кубоида. Юперм нам меняет три элемента местами. Передний, правый и задний. Ну и можно просто взять откуда-то снизу один элемент, чтобы он в этой перестановке поучаствовал. Но мы увидели так, что сменилось только два. Давайте отведем вот это вот в сторону. И на место вот этого зеленого поставим оранжевый. И у нас получится перестановка для четвертого слоя. Оранжевый пойдет вот сюда. Синий пойдет вот сюда. А вот этот оранжевый вернется вот сюда. В итоге, как здесь стоял оранжевый, так он и будет стоять. А синий встанет на свое место. А вот этот оранжевый встанет тоже на свое место. И все соберется. Если мы из этого положения начнем делать наш Юперм, то мы опять делаем F2. То есть как бы отменим тот ход, который мы сделали. Поэтому давайте отмотаем. Вот у нас такая ситуация. Для решения паритета мы используем немножко измененный алгоритм для обычного Юперма. Просто сдвигаем слой, где находятся неправильные элементы. И минуя F2 сразу начинаем делать Юперм. М2 и вращаем D тот слой, где у нас неправильные элементы. То есть четвертый. R2 D' M2 D R2 D' Ну, опять же, F2 делать не нужно. Просто докрутить. Вот такая у нас ситуация. Все просто, если понимать, что происходит. Ну и я специально смоделировал ситуацию, когда нужно переставить два противоположных элемента. Внутри, кто не смотрел мои предыдущие видео. Как же она решается? Сделал я это на третьем слое, чтобы немножко отличалось. Юперм нам, как я говорил, уже меняет этот элемент. Ставит сюда, этот сюда, этот сюда. То есть, в той комбинации, которая у нас есть сейчас, красный станет на место синего, синий на место красного, оранжевый на место оранжевого. То есть, оранжевый элемент станет туда, куда нужно. а эти нет. Ну, соответственно, нужно делать так, чтобы это изменилось. Надо, чтобы вот отсюда элемент встал сюда и стало здесь все хорошо. А здесь не хватает красного. Значит, вот сюда нужно поставить красный. А синий, вот этот отсюда убирать бы и не нужно. Пусть он стоит на своем месте. Ну, то есть, проще всего мы здесь третий слой. Три слоя здесь подкручиваем и поднимаем сюда. Получается, что красный перейдет на место красного. Красный, вот этот, перейдет на место, где должен быть красный. И оранжевый элемент тут, где должен быть оранжевый. И случится ровно то, что нам нужно. То есть, вот этот красный, он пойдет на место вот этого красного, который вернется обратно к белой стороне. И отсюда мы делаем классический июперм для кубоидов. То есть, F2, M2, D на третьем слое, R2, D' M2, D, R2, D' Отменяем. F2 отменяем сетап-могу, которую мы делали до этого. R2 и D. Главное, не запутаться в сетап-могах. В итоге, что я могу сказать? Это хороший кубоид, который поначалу пугает своим вращением. Вращение изначально ужасное, но спустя вот 10 с чем-то сборок оно становится лучше и уже сравнимо с менее многослойными моделями. и это хорошо и это приятно. Я определенно буду использовать этот кубоид дальше, он мне нравится, с каждой сборкой он все лучше и лучше вращается. Не пожалейте смазки для него и немножко терпения, чтобы он разработался. Надеюсь, что 15 слой меня также не разочарует и надеюсь, что он не рассыпется. Но про него будет отдельное видео. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.